Давайте попробуем, чтобы собака неожиданно увидела себя в зеркале. Фондю, это ты! Сколько же он стоит, такой ковер? Сколько забав оказывается в строительном магазине, да? По-моему, мы где-то здесь потеряли собаку. Никто не видел собаку. У нас с пышным цветом сейчас ремонт, и мы пришли в Леруа Мерлен. Леруа Мерлен, чтобы Фондюша жила в своей собственной офигительно красивой комнате. Да, Фондюш? А для этого нам надо купить много всяких прибылок. У нас сегодня дела-дела, пойми-дела, побежали. Смотрите, это один фунтик, а это уже два фунтика. Смотрите, какой ковер. Одно лицо с Фондюшей. Фондю. Сколько же он стоит, такой ковер? Можешь тебе купить такой? 3890, Фондю. У тебя сейчас еще больше округлятся глаза. Посмотри, 3890. Но неплохо. Неплохо, очень стильно даже. Да, маленький пёс? Да, пойдемте дальше. Теперь выбираем паркетную доску, собираемся инженерку. Фондю, когти твои где лучше цепляются? Все ей интересно, но правда, видите, боится, хвост поджала. Боится. Иди сюда, маленький Дроздюля. Иди сюда. Давай, 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 спускайся. Мы, короче, выбрали, будет вот такой вот медовый. Зацените. Ну, красиво, да? Когда вот фактура дерева. Все, Фондю, слазь, приехали. Пойдем в следующий отдел. Любая квартира, дом начинается с входной дверью. Поэтому сейчас Фондю нам подскажет, какой коврик выбрать. Фондю, тебе какой нравится? Какой тебе нравится? Нюхай, нюхай. Нюхай химию, Фондю. Мне, если честно, нравится что-то такое. Натур продукт, стиль скандинавский сейчас очень популярен. Но это когда все беленькое, такое дерево и все абсолютно натуральное. А это, знаете, в больнице, когда приходишь вот такое. Лежнее, не ходи, это остро. А пойдемте-ка в отдел тубзолетов. Все, все, уходим, Фондю. Следопыт. Фондю просто обожает купаться. Решили купить стальную ванну. Но будем не в Юра-Берлен заказывать, а где-нибудь в другом месте. Пытается вылезти енот, полоскун. Стальную выбирали там акриловую. Акриловая у нас есть, она царапается. Стальную как-то... Правда, она гриндучит, но мы что-нибудь придумаем. Запеним там дно. Да, Фондюша? Все, пойдемте дальше. Вот эта ванна и ее размера. Ну, вы поняли, да, что это раковина? Фондю, прям вот как ты по размеру. Идеалити. О, давайте попробуем, чтобы собака неожиданно увидела себя в зеркале. Типа, смотрите, нет. Фондю, а потом... Та-дам! Фондю, это ты! Фондю, по-фигу, да, тебе, что это ты? Что две Фондю? Вот даешь, вот и даешь. Тебе даже неинтересно на себя посмотреть. Ты необычная девочка. По-моему, мы где-то здесь потеряли собаку. Никто не видел собаку? Никто не видел собаку? Так, может быть, она вот сюда попала? Ба! А мы тебя нашли, хоть ты спряталась, Фондюша. А мы тебя нашли, псо-хорошего. Пока мы выбираем обои, Фондюша решила отдохнуть, покачаться на качейку. Фондю, давай я тебя покачаю. Давай я тебя покачаю. Сколько забав оказывается в строительном магазине, да? А мы и не знали. Ой, качается собака. Знаете, сколько сегодня тут лайков собрала? Я вам хочу сказать, это приятно даже нам очень. И дети, и взрослые, и даже охранник, понимаете, сразу улыбнулся, когда увидел в руках у нас маленького червячка коричневого. Мы немножко вспотели, прошерстили весь Леруа Мерлен и идем домой. Ну а если вам интересно, чтобы мы сделали рум-тур по нашей нынешней квартире, с которой мы скоро съедем в новую после этого самого ремонта, пишите обязательно все в комментариях. И мы с Фондюшей с удовольствием вам покажем, как сейчас живет самый миленький на свете длинноязыкастый песик. Всем пока-пока! Пока-пока, мои любименькие!